Шаббат шалом Когда быть, знаете, в таком бодрствовании? Кофе, кофе вредно. Хорошо, давайте мы станем перед Господом и благословим Его, потому что то, что сделал Господь для нас, оно заслуживает благодарения. Благословен Ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной, даровавший нам Тору, даровавший нам Писание, даровавший нам Ешоа, который есть Слово, и мы благодарим Тебя за вечное спасение в нем через веру. Амин. Присаживайтесь. Знаете, как всегда, в конце все вкусно. Ну, знаете, да, в конце всегда бывает вкусно. Когда Ешоа пришел на пир, и вы помните, когда он совершил это свое первое чудо, и когда принесли это вино, и когда распорядитель попробовал, он сказал, что? Он сказал, ну, вы странный человек, вы самое хорошее приготовили на конец, в самом конце. Так вот, у нас сегодня конец, конец книги Левит. И получается две главы вместе. И это было самое тяжелое время, потому что все, что там есть, нуждается, ну, можно раскрывать, раскрывать и раскрывать. И давайте, главы называются Бегар и Бехокотай. То есть на горе, если будете исполнять. Так. И, значит, смотрите, в чем интересная история. Там действительно очень много хороших тем, о которых можно размышлять. Это закон Шмиты, это закон юбилейного года, это законы о выкупе земли и домов, это любовь к ближнему, там есть вопросы рабства, и даже такое слово, которое называется «тыхаха». Ну, это предупреждение буквально означает. Итак, давайте мы чуть-чуть посмотрим, о чем же говорится в этих главах. Это Левит с 25 главы. Так, открываем. Левит, 25 глава. Сейчас, секундочку. Левит, 25 глава и 17 стих. Читаем вместе. Не обижайте один другого. Еще раз, давайте вместе. Не обижайте один другого. Хорошая заповедь. Не обижайте один другого. Вы понимаете, все очень просто. Чтобы было меньше обиженных людей, их не надо обижать просто. Все просто. Если вы не хотите, чтобы обижали, ну, вы были обижены, просто не обижайте других. И Господь отдал этот принцип очень просто. Не обижайте. И в этом выражается любовь Божья. Потому что, если мы посмотрим через все писание старого, ну, через то, что мы называем Ветхий Завет, что, ну, вообще является неправильно, потому что это Абвиатура Танаха, то есть Тора Пятикнижия Моисеева или Учения Моисеева, заповеди Божьи, мы увидим любовь Бога и любовь, как он показывал, какая должна быть любовь между друг другом, между ближними. И вот эта фраза, не обижайте один другого, очень, ну, меня цепануло. Ну, как, знаете, вот это такой жаргон молоднежный, цепануло. Вот что-то вот так меня коснулось. Мы иногда не замечаем, как мы обижаем друг друга. Но мы обижаемся, когда обижают нас. И когда обижают нас, мы требуем справедливости. А Господь, он, вы знаете, Господь немножко по-другому смотрит. Он говорит, если обеднеет твой брат и придет в упадок у тебя, то подержи его. Очень серьезное отношение. Отношение к ближнему. Отношение к ближнему не просто как, знаете, как, ну, рядом он есть и нету, и хорошо, если он есть, а его нету, тоже хорошо, потому что нету проблем. Как говорил товарищ Сталин, нет человека, нет проблемы, знаете. Но на самом деле, как говорил еще другой персонаж, это не наш путь, товарищи. На самом деле Господь говорит, что мы в ответе друг за друга. Оказывается, что мое благоденствие, это равняется благоденствию всех других людей. И если я один благоденствую, а другие страдают, то мое благоденствие это ничего не значит. Значит, мы живем семьей, мы живем в социуме, мы живем общиной. И это очень важно понять. И слова «не обижайте друг друга» это означает «не обижайте друг друга». Хорошо. Я хотел бы внимание основное обратить на вопросы рабства. Знаете, такая непопулярная тема, как рабство. Мы живем в мире, в котором рабство вроде бы и не существует, но мы все время встречаем такие вещи, что где-то в Чечне освободили русских ребят, которых взяли в рабство. Где-то в Сомали захватили людей в рабство. Людей покупают девушек в сексуальное рабство. Рабство, рабство, рабство. А мы живем в свободном мире. Ну, я не правду. Я понимаю, что для всех нас, свободных людей, вот слово рабство является таким, каким-то таким амфорным, ну, недалеким, далеким от нас. Но давайте мы посмотрим внимательно, что в то время, когда писалась Тора, в то время, когда писался Новый Завет, рабство это было естественное состояние общества. Люди были, многие люди были в рабстве. И что же было такое рабство? С точки зрения философа Ворона, раб представляет собой лишь говорящие орудия, душевную собственность, вьючный скот, на языке римского права «рес», то есть «вещь». Рабы обычно используются как рабочая сила в сельскохозяйственном и другом производстве, в качестве слуг, либо для удовлетворения иных потребностей хозяина. Раб не имеет своей собственности. Он может распоряжаться лишь тем, что господин пожелает дать ему. Условия жизни раба определяются лишь гуманностью или выгодой рабовладельца. Первая была и остается редкостью. Вторая заставляет действовать различно в зависимости от того, насколько трудно доставать новых рабов. Раб не является субъектом права как личность. Ни в отношении к своему господину, ни в отношении к третьим лицам. Раб не пользуется никакой правовой защитой, как самостоятельное лицо. «Убийство раба господином – законное право последнего, а кем-то другим рассматривается как покушение на имущество господина, а не как на преступление против личности». Послушайте, это просто коротенькая такая справочка, которую я просто выписал из Википедии. И там много-много-много можно читать. Подумайте сами, какое было правовое состояние человека, который не мог ничего, но который был обязан всему. И почему я говорю об этом? Мы начали с чего? Не обижайте друг друга. А теперь давайте посмотрим, что же происходило в Израиле. В Израиле раб-соплеменник должен был быть освобожден на седьмой год вместе с семьей. И не просто так, а еще с какими-то деньгами. То есть, что в другом, скажем, мире было невозможно. То есть, если бы это происходило, например, в Древней Греции, которая считалась вершиной цивилизацией, и которая, кстати, поднялась на том, что она просто была посредником в рабогвартической системе, то это было просто нонсенс. Причем раб, если хозяин причинял в рабу какое-нибудь повреждение, выбил зуб, например, он просто освобождался, человек становился свободным. Убийство раба влекло за собой наказание. То есть, если хозяин убивал раба, вот в Израиле, он должен был быть наказан. То есть, это не происходило просто так. Ему захотелось, вот как в Древнем Риме, голову отрубал, моя вещь, что хочу тут делаю. Потом запрещалась сексуальная эксплуатация рабынь. То есть, женщин нельзя было насиловать. Это тоже за это убивали просто свои же. Потом, нельзя было с ними жестоко обращаться. И самое интересное, что у рабов были выходные и праздничные дни. Потому что, когда Израиль был в шабате, рабы должны были отдыхать. Что в Древнем мире такого не было нигде. И почему я говорю об этом? Почему я именно показываю этот момент? Посмотрите, как интересно Бог работал в то время, когда оказалось, он просто взял вот это естественное состояние мира и просто изменил его. Вот представьте себе, человек, который попал в рабство в Египте или в Греции, я думаю, что он 100% поменялся бы с рабом в Израиле. Ну, понимаете меня. Вас не сильно пригрузил? Очень хорошо. Давайте мы посмотрим, что происходит в Израиле каждый год. Кто помнит Песах? Что такое Песах? Песах это исход. Праздник, когда мы вспоминаем наш исход. Откуда? То есть, рабами мы были, а теперь свободны. Рабами мы были, а теперь свободны. А теперь давайте я скажу, господа, вы вспомните, что мы рабами были? Верующие, вы были рабами. Верующие Нового Завета. Мы были рабы. И мне говорят сразу, что вы говорите, что вы такое провозглажаете? Не живите прошлым. Мы свободны. Я же не против. Так вот, это рабство, это не такая тема. Знаете, я думаю, что если Бог заповедал своему народу вспоминать о том, что они были рабами, он это не зря сделал. Это очень важно. Почему? Потому что даже когда во времена Ишова, он, помните, подошел к уверовавшим ему иудеям и говорит, что познаете истину, истина сделает вас свободными. Что они ответили? Мы с семьей Авраама никогда не были рабами. А он говорит, ребят, вы что-то не понимаете. Истина сделает вас свободными. Истина. Бог, Ишуа, познанием Бога делает свободными людей. Итак, почему я хотел сегодня сфокусировать внимание на рабстве? Вы знаете, мы очень часто бываем рабами. Называясь свободными, мы остаемся рабами. Рабами привычки. Рабами каких-то своих амбиций. Рабами своих желаний. Рабами представлений. Понимаете? И будучи рабами, мы не можем войти в свободу. Мы толпимся возле дверей в свободу и не можем в нее войти. Давайте мы посмотрим на рабское. Знаете, вот рабы, они говорят, что... Давайте посмотрим, что рабы, они всегда сфокусированы на себе. Они сфокусированы на своей жизни. На улучшении своей жизни. Они хотят, чтобы к ним хорошо относились. И если вы посмотрите, даже когда были в Израиле, был в Египте, да, когда пришел Моисей вывести народ из рабства, что произошло? Они начали роптать. Они начали роптать, когда... Потому что Бог начинал делать свои дела, а им стало тяжелее. Они говорят, слушай, Моисей, зачем ты пришел? Мы и так рабы, нам и так хоть нормально. Что ты нам мешаешь? Мы там потом их вывел в пустыню. Они говорят, слушай, мы там хоть кушали чеснок и лук, а здесь ты нас хочешь голодом уморить? Послушайте, давайте посмотрим на наши жизни. Мы входим в свободу. Мы входим в свободу. Бог, который даровал, мы познали истину. Но иногда мы вспоминаем о чесноке и луке. Иногда мы вспоминаем о тех хороших деньках, когда нам было хорошо. Мы живем в нашем прошлом. Помните, какие были величественные фивы? Их нет уже, сгорели, но какие были фивы? Послушайте, впереди нас ждет земля обетованная. И я хочу сказать, что очень важно, что свободный человек, он не боится рисковать. Свободный человек, он не боится что-то делать. Понимаете? Рабу, если не сказал, делай, раб сел у себя и сидит. Свободный человек смотрит, ага, здесь я могу сделать, а вот эта лавочка будет удобна, потому что это будет хорошо. Здесь я выкупаю колодец, здесь я посажу нивы, здесь я построю новый город. Потому что человек свободный, он думает свободно. Он видит горизонт, он видит пространство. Что делает раб? Раб себе сел и ждет, когда придет на смотрщик и начнет его пороть. Неужели мы иногда не похожи на таких людей? Мы ждем святой пендаль, как у нас выражается. Мы ждем святого подзатыльника, чтобы мы побежали и начали что-то делать. А потом, когда что-то не получается, мы говорим, вы же нас заставляли, товарищи, что вы нас заставили? Свободные люди так не делают. Свободные люди творят историю, они творят жизнь для того, чтобы другие, идущие за ними, могли жить. Понимаете? О чем я говорю дальше? Знаете, самые-самые большие сплетники кто? Рабы. Рабам удобно сплетничать. Послушайте, рабы сплетничают так. Я читал аналоги римских историков, и они писали, что самое лучшее место, чтобы добить сведений, это был римский рынок, там, где были рабы. Туда можно было просто прийти и узнать все. Потому что рабы сплетничали, рассказывали про хозяева, они делали предположения, они высказывали все. Послушайте, свободный человек умеет молчать. Это его право. Понимаете, о чем я говорю? Может, пришло время нам оставить наше рабское мышление, рабские привычки. Оставить Египет, наконец-то. Всю жизнь мы будем выходить из этого Египта. И эти главы, они говорят очень просто. Одна глава говорит, на горе, а вторая говорит, если вы будете исполнять. Бог говорит, если вы будете исполнять то, что я вам говорю, ваша жизнь будет, и он начинает перечислять. Я не буду, у вас наводнение, не будут диких зверей, у вас не будет того, того, у вас будет благословение. Но, если вы не будете выполнять, у вас будут такие проблемы. Понимаете, к чему я все это рассказываю вам? Народ Божий, наступает время в жизни каждого из нас, когда мы должны быть честными. Бог ответил Израилю тогда, когда Израиль воззапил к нему. До этого Бог как бы был тоже, знал, что Израиль в Египте. Но он как бы так тихо, ну ничего не... Ну, наступил момент, когда написано, Израиль воззапил и дошел вопль до кого? Вы не заснули еще, нет? Хорошо. Может, пришло время нам тоже начинать вопить в свою жизнь? Может, пришло время нам выходить на свободу? Может, настало время, когда нам уже надоело вот это все, что происходит в наших жизнях? Нам надоело сплетничать? Нам надоело обманывать самих себя, что мы что-то значим? Знаете, когда ты сам себя обманываешь в своих глазах и говоришь, вот я, если бы, да кабы, да во рту росли грибы, можно в лес не ходить и в таврии не тратиться. А зато каждый день яичница с грибами. Послушайте, чтобы грибы выросли, надо что-то приложить усилия. Чтобы вырос урожай, не надо ждать хозяина, который принесет тебе плошку и швырнет, жри. Надо просто взять, посадить зерно, вырастить, скосить, выжать, перемолоть в муку, сделать хлеб и есть. Свободный человек – это человек, который делает, который принимает решения, который платит цену за свои решения. Да, он может потерять какую-то зону комфорта, но зато свободный человек, свободный человек, он дорожит своей свободой и не меняет ее ни на что другое. Поэтому сегодня, знаете, когда мы поднимаемся на гору, когда мы поднимаемся к Господу, он нам говорит, тахаха, смешное слово, тахаха, я предупреждаю вас, я предупреждаю вас, что вы будете делать с той свободой, которую вы уже получили. Разменяйте вы ее по пустякам, разменяйте вы ее на свои мелкие амбиции или сделаете то, что я вам сказал. Понимаете? Бог, он бог свободы. Но иногда, знаете, как Павел предупреждал, что к свободе вы призваны, только свобода – что? Что? Только свобода что не должна? Не стать поводом к распутству. А второе место, он говорит, все вам позволительно, но и все полезно. Все вам позволительно, но ничто не должно обладать вами. Свобода – это не тот момент, когда я делаю, что я хочу, а свобода, когда я исполняю Божье Слово. Свобода, когда я исполняю, даже вот сейчас у меня уже время закончилось. И это моя свобода, потому что я бы еще тут наговорил вам. Понимаете? Я хочу, чтобы мы сегодня услышали одно слово. Свободный человек принимает решение и платит за это цену. И на основании этого он меняется и меняет мир вокруг себя. Понимаете? Поэтому, Господь, спасибо Тебе за то, что Ты сделал нас свободными. И научи нас быть свободными людьми. Ходить в свободе и переносить Твою Божью свободу тем, кто находится во тьме. Во имя Ишуа. Аминь. Аминь. Украин. Субтитры создавал DimaTorzok